Я представляю здесь коллективную экспериментальную работу, чтобы показать, что может вода. Теоретической предпосылкой этого исследования послужили представления учёных о воде и о числах. Вот что было когда-то в древности. Всё есть вода. Первый учёный вообще, первый учёный. А современный учёный говорит, что вода есть хранитель информации Земли. А что такое число? Числа — это изначальные элементы Вселенной. Миром правят числа, всё в мире есть число. Всем знакомый Пифагор. Ну и Академик Маслов. Всё в этом мире, во Вселенной подчинено закону чисел. Изменение числа влечёт за собой, и изменение свойств и состояния материи. Основной цель наших исследований — получить представление о результатах влияния информации, в том числе передаваемой через воду, на состояние нескольких биологических систем, которые мы использовали как биоиндикаторы. В начале работы мы исследовали влияние информации, полученную через воду, на икру рыб. При этом впервые было показано, что при получении потомства форели, при использовании воды для стимуляции процесса облотворения, то есть всего на 30 секунд, мы обнаружили, что вода получает информацию через слово и адекватно реагирует на то намерение, которое было высказано в качестве желаемого результата. С левой стороны мы видим зелёный столбик — это контроль, а цветные — это опытные варианты. Первый вариант — это намерение для получения желательного варианта. Второй ряд — это разведённая эта же вода в тысячу раз. И последний ряд — это молитва. С правой стороны — это обобщённые результаты контроля опыт, а внизу — это показатели объёма материала исследуемого и эффективность этой работы. Было понятно, что, несмотря на положительный результат, этот способ не годился для практического использования. И поэтому было принято решение перевести воздействие на цифровой формат, для чего слова формулировки «намерение» были заменены числовыми кодами, которые адекватно отражали содержание самого намерения. И вот результаты этой работы. Это двухлетняя работа, объём материала очень большой, эффективность более 20% и исследованы два вида рыб. Здесь всё, значит, четыре стадии, и здесь всё видно, так сказать, очень чётко. Все различия высоко достоверны. Вторым биоиндикатором было растение. Это злаковые растения, которые отличаются биоиземиирией. Вот слева это показано на рисунке. Это означает, что проростки имеют правые и лево закрученные листочки при всходах. При этом оказалось, что те, которые правые, они дают растения более продуктивные. И поэтому было интересно попробовать увеличить количество правых проростков. И для этого были созданы коды. Значит, четыре кода было использовано. Они все дали, были высокоэффективны. Но хочу отметить, да, работа, прошу прощения, я забыла. Работа была выполнена в Кишинёве Сергеем Маслобродом в Институте генетики и защиты растений. При том, что я им переслала фотографии созданных мною кодов. И вот эти четыре кода были в Кишинёве исследованы. И вот эти результаты получены совместно. Значит, мы видим здесь чёткая повторяемость двух опытов, которые отличались только способом воздействия на воду, и высокую эффективность. Отметить необходимо вот такую вещь. Только из четырёх, только два кода были направлены непосредственно на повышение правых проростков, а два другие были направлены на повышение продуктивности. И тем не менее, во всех четырёх случаях мы получили увеличение правых проростков. Таким образом, результаты исследований биологических объектов позволили подойти к оценке влияния информации на организм человека. Однако это было более сложной задачей, поскольку выбор показателей, доступных для оценки воздействия, в понятной причине был ограничен. Мы выбрали для этого кровь и энергетические показатели человека. Значит, кровь исследовалось методом гемосканирования, которое позволяет контролировать и фиксировать изменения форменных элементов крови в живой крови под микроскопом. И это дело всё фиксировать на экране. Что такое кровь? Это важнейшая жизненная среда, являющаяся интегральной системой реагирования организма человека на состояние окружающей среды за счёт резонансной связи клеточных систем эритроцитов. Кровь осуществляет обмен информацией, обеспечивая работу организма как единого целого. Она наиболее чувствительна к слабым воздействиям и способна гармонизировать состояние всех систем, органов и тканей. А метод биоэлектрографии, основанный на Кирлиан-эффекте, позволяет оценивать энергетическое состояние как отдельных органов и систем, так и организма в целом до и после воздействия. Вот это результаты гемосканирования, причём исследуемое влияние молитвы. Я забыла сказать, что в качестве информационных воздействий мы использовали молитву как эталон положительный, и воду с различными намерениями для лечения некоторых заболеваний. В результате было обследовано более 50 человек, мужчин и женщин разного возраста. Вот это результаты. Здесь три человека, которые помолились, и мы получили однозначное влияние молитвы на свойства эритроцитов. Оказалось, что молитва, прочитанная про себя, даёт информационный сигнал, который за счёт резонансных волненных процессов, исследованных Чижевским, всегда стимулирует мгновенное образование монетных столбиков, которые через 25-30 минут разваливаются, приводя к свободному состоянию эритроцитов, который является наиболее благоприятным для выполнения эритроцитами своих основных функций. И вот когда мы использовали, кроме молитвы, воду, мы получили совершенно однозначную картину. И эта картина показала нам, что вода имеет такое же положительное влияние, как и молитва. Потому что когда мы работать начинали, мы не имели ни малейшего представления о том, как у нас будет работать вода. И для того, чтобы как-то её оценивать, мы использовали молитву и получили вот такой результат. А это показатели энергетического баланса с помощью метода ГРВ. Значит, с левой стороны это 26 органов, их баланс. Тёмные столбики означают проблемные органы. А справа это энергетические центры, которые являются чакрами. Вот, и, значит, вот как оказалось влияние молитвы на показатели баланса верующего человека, пациент номер один, и неверующего, пациент номер два. Значит, до молитвы столбиков тёмных больше, потом происходит гармонизация, и их количество уменьшается. На чакрах тоже видно, что сначала они занимают самое разнообразное положение, а потом они выстраиваются самым оптимальным образом, при этом увеличиваются в размерах. А у человека, который не верующий, а только прочёл молитву при исследовании, несмотря на это, гармонизация происходит как на уровне отдельных органов, так и на уровне организма как целого. А вот это вот параллельное исследование крови и энергетических показателей. Значит, это молодой человек, значит, на клеточном уровне у него и на организмном уровне происходит гармонизация, так сказать, по всем показателям. А вот это женщина, тоже молодая женщина, но прочитавшая молитву только по нашей просьбе. Гармонизация происходит, несмотря на то, что она неверующая, я только прочитала молитву, и, ну, так сказать, в какой-то степени увеличиваются чакры. Ну вот, а теперь мы можем вернуться непосредственно к воде. Значит, сверху вниз смотрим до крещенской воды, через час после крещенской воды, и состояние чакр тоже увеличивается и нормализуется. А вот следующие картинки до освещенной воды, здесь мы имеем немножко менее традиционную картинку. У нас увеличивается количество проблемных органов, при этом это рассматривается как результат лечения на энергетическом уровне. И известна медицине как эффект Яриша Гердвеймера, который приводит, в конце концов, к положительным результатам. Здесь тоже видно увеличение размеров чакр и их оптимальное положение. Ну и последняя картинка – это непосредственно вода с кодом для лечения. Вот здесь всё, так сказать, всё в порядке. Наибольшая эффективность воды с кодом номер 3, который мы назвали для исцеления, вот здесь очень чётко виден большое количество проблемных органов, гармонизация. И вот посмотрите, что происходит с чакрами. Они очень мелкие до воздействия и приходят в нормальное состояние после. И наиболее эффективным оказались показатели сравнительного исследования этих энергий. Оранжевая – это исходное положение, а фиолетовая полоса – это после воздействия. Значит, верхняя строчечка – это снижение стресса в результате воздействия. Следующая – это увеличение энергии. Потом это гармонизация правой и левой сторон. И потом баланс органов. Вот. И теперь самое такое интересное – влияние воды с кодом на уровень глюкозы в крови больного диабета. Значит, до воды с кодом, потом через 30 минут гармонизация. И через час, когда у человека возникает потребность в еде, наблюдается стресс. Он приводит, во-первых, к увеличению уровня глюкозы, который упал вначале, сразу после приема этой воды. А потом он начинает повышаться. Также реагируют чакры. И тогда мы приняли такое неоднозначное решение. Мы дали воды выпить повторно. И мы опять получили гармонизацию баланса органов отдельных. И в конце концов, через 40 минут мы получили нормализацию уровня сахара. И сейчас я имею право сказать такую вещь, что здесь мы получили реакцию организма, адекватную реакцию организма на содержание кодов, которые мы предложили выпить. Потому что этот код называется «этоинсулин». То есть у нас просто мы получили 6,9, это было до, выпив воды, 50 грамм воды, выпив человек через полчаса, имеет 5,8. Значит, этот больной многократно использовал эту воду и полтора месяца имел понижение сахара регулярное. Ну вот, а теперь это уже результирующие данные на показателе дисбаланса. По данным ГРБ, вот 9 систем организма человека, воздействия молитвы, крещенской воды и вода для лечения. Зелёные – это до, а цветные – это после. Здесь, в общем, так, при первом даже приближении заметно, что все эти способы, эта вода с таким содержанием влияла положительно и снижала дисбаланс организма человека. Ну, это, так сказать, логическое завершение медицинской части нашего проекта. Значит, это клинические анализы у двух пациентов, всего 8. Это изменение состава лейкоцитарной формулы. Значит, красным показаны изменения в процентах этой лейкоцитарной формулы после воздействия, которые свидетельствуют о положительном сдвиге в работе иммунной системы человека. Вот. Ну, и возникает, естественно, вопрос, а что же происходит с этой водой, которая таким образом может влиять на самые разные биологические системы представителя животного мира, растительного мира и человека? Что происходит с водой? Значит, мы использовали традиционные приборы для оценки физических свойств воды и определили электропроводность, ОВП, оптическую плотность при разных длинных волн, ПАЖ и биополя. Значит, в контроле это образцы воды дистиллят. А образцы с числовыми кодами, с пятью кодами, вот верхняя строчка — это средние значения по этим, а нижняя строчка — это вариация в разных образцах воды. Но самые интересные результаты мы получили при исследовании образцов воды так называемых совпадающих кодов. Что такое совпадающие коды? При расчёте различных намерений случайным образом очень часто образуются одинаковые числа. И вот для того, чтобы эти числа различить, мы их отметили разным, разные намерения, показали разным цветом. Значит, электропроводность и оптическая плотность — обычные физические приборы были использованы. Вот над каждым числом мы видим два столбика, и они разного цвета. И нужно обратить внимание именно на различия между этими двумя столбиками. Вот здесь показаны достоверности различия, и видно, что есть как между различными числами различия, так и внутри них. Как по оптической плотности, так и при электропроводности. Значит, метод ГРВ был применён и в этом случае. И мы определили площадь свечения и интенсивность свечения. Здесь можно, здесь, во-первых, различия тоже видны, но можно, так сказать, логическое какое-то представление получить, что это значит. Вот, например, код 348, который означает «вода после микроволновки», то есть практически мёртвая вода, он имеет самое большое значение по площади свечения, но по интенсивности свечения он не отличается от дистиллята. А что такое дистиллят? Дистиллят — это мёртвая вода. Это действительно по логике соответствует содержанию этого кода. Но в настоящий момент непонятно, неизвестно, как это объясняется, и мы можем только сказать, что эти различия есть, и они существуют, и они достоверны. Ну вот, а теперь я могу попробовать сказать вам, что же может вода, если самыми простыми словами. Вода может изменять состояние самых различных биосистем, адекватно реагируя на информацию, полученную через мысли, слова и числа. При этом она меняет и свои физические свойства. Вода — не вещество, а существо. Вода слышит, видит, понимает и исполняет. Это означает, что сознание меняет материю. Однако только в тех случаях, когда это целесообразно и соответствует принципу ненавреди. Это означает, что вода может лечить нас, воспринимая наши мысли и мысли-образы. Об этом пишет автор новой биологии, американский биолог Брюс Липта. Человек может изменять свое тело, контролируя свое мышление. Отсюда практический совет. Хотите быть здоровыми? Очищайте свои мысли. Живите с любовью и с радостью. И теперь, наконец, самое последнее. Это уже научный аспект этой экспериментальной работы, которую я позволила себе, как генетик, сформулировать следующим образом. Выявленные экспериментальным путем особенности воды, можно расценивать как явление изменения свойств воды под влияние информации с последующей адекватной реализацией этой информации различными биологическими системами. Обнаруженные явления позволяют понять, что вода – это живая информационная матрица Земли. Она управляет функционированием живых систем, способствуя их совершенствованию. Такое представление соответствует принципу прогрессивной биологической эволюции, предложенному в XVIII веке Жанном Батистом Ламарком как совершенствование живых систем в ответ на изменения окружающей среды. Все.